Что будет в новом эпизоде? Миран узнал о ситуации Рейяна, что будет теперь? Какова цель Джихана, который говорит, что Фюлсун отравил Рейян? Узнает ли Миран, что Дилша сказала Рейяну? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы скажете, на что похоже Дильша, теперь Миран должен узнать, не забудьте поделиться нашим видео. Наконец, Миран сталкивается с горькой правдой. Рейян должна была сказать Миран правду, чтобы не дать ей стать убийцей своим ребенком без матери, а также без отца. Миран будет очень зол, что Рейян в одиночку принял такое решение. И как можно скорее она вмешается, чтобы надругаться над своим ребенком. Надеюсь, еще не поздно обратить внимание. В Джихане он особенно объявляет Мирану, что он отравил Рейян и стал причиной смерти ее ребенка, Фусуна. Джихан либо делает это, чтобы спасти Фюлсун от Елена, либо они начали свою новую игру с Фусуном. Джихан, который спровоцировал Мирана и отстранился, на самом деле пытается отомстить Мирану. Потому что они узнали, что Азад и Генюль были свидетелями свадьбы и помогли им. Вот почему он хочет, чтобы Миран сжег себя. Однако на этот раз Миран едва ли сможет избежать такой ошибки благодаря Рейян. Когда я вижу, что сделал Джихан, я не могу не спросить, какое отношение имеет этот дядя к крови. С другой стороны, Дильша не сделала ничего, кроме беспокойства и беспокойства Рейян и Миран с того дня, как она пришла, какое бы зло она не имела в себе. Следующая плохая вещь заключается в том, что после смерти Рейян он хотел жениться на Миране и Азре. После того, как Рейян все расскажет Мирану, она попросит Дильшу увидеть ее глазами, которые заставят ее чувствовать, даже если она не может сказать ей, что вела себя плохо. Если Миран услышит это, его гнев по отношению к своей матери усилится, и он не простит Дильше за то, что он скрывался от него, даже если он их знает. Что за свекровь эта женщина, она скрывает тяжелое состояние жены на грани смерти, в то время как ее сын так влюблен. Я думаю, что сценаристы не должны изображать такие садистские души в сериалах. Мы устали от постоянных плохих событий в наших сериалах, теперь хотим, чтобы произошло хорошее. Давайте посмотрим, что произошло в этом эпизоде. Дильша в таком плохом состоянии, что теперь она враг Рейна. Он говорит, что не покажет Миран найденный отчет, потому что хочет, чтобы Рейн умер. И в этот момент подходит Миран и слышит, как Дильше говорит, «Я хочу, чтобы ты умер», что сказала Рейна. Когда Миран слышит это, он шокирован и просит объяснению своей матери. Дильше снова дает Миран уклончивые ответы и сбивает ее с толку. В этот момент приходит Зехра и идет по Дильше. Миран пытается войти и разделить их. Хазарда, который слышит крики, приходит, участвует в дискуссии и занимает позицию в пользу Дильша. С другой стороны, Азизе Филсун заводит разговор. Азиз говорит, что Джихан опасен. Но Филсун говорит, что для меня это не очень важно, и уходит. Они думают, что Хазара и Миран Дилших нужно лечить и отправлять туда, где они находятся. Дилша тайно слушает, притворяясь, что потеряла сознание вместе с ними. После того, как Миран уходит, он пытается запутать Хазара и сделать его еще более враждебным по отношению к Азизу. Однако, несмотря ни на что, Миран с Рияном. Однако некоторые вещи Миран все же подозревал. Ферад и Зенеп теперь вместе. Они готовятся к свадьбе. Однако Зенеп и Ферад не хочет, чтобы недавние события разлучили ее с Мираном. Ферад, с другой стороны, принял Ятфу Суна в свои вены. Когда она рассказывает Эсмаи о том, что случилось со святой, в комнате думают, что Ферад поступал неправильно и что фамилия Асланбей отравила ее. Дилша не только вмешивается между Рияном и Мираном, но и разделяет Хазар и Зехру. Дилша готова на все, опасаясь потерять дочь. Потому что между Озру и Фуссу нам это совсем не нравится. Визит к врачу Риян очень обеспокоил Рийна. Потому что боится, что отчет выйдет. Дилша отравляет особня Кумут, как змея. Хотя Миран не видит коварного взгляда, под этой улыбкой, Риян видит это. Фюсун позвал Азру на обед. Хотя он постоянно говорит, что все делал за него, он постоянно огрызается Ереном. Ферад и Зейне приходят домой, чтобы сказать Эсме, что хотят пожениться. Эсма и Азизе здесь. Когда Ферад говорит, что я скажу что-то важное, а Эсма говорит, что я знаю, если вы собираетесь сказать о президентстве, все расстраиваются. И они уходят, не успев сказать, что хотят пожениться. Затем приходит Азра и говорит Азизу, что они говорили с Фюсун. Когда он говорит, что хочет, чтобы он остался с Фюсун, Азизе говорит, что прямо сейчас такого быть не должно. Азад и Генюль становятся ближе друг к другу с каждым днем. Их любовь так велика, и они хотят быть вместе. Миран и Риян стараются проводить время вместе. Хотя Риян хочет сделать что-то для Умута при каждой возможности, Миран говорит, что они что-то сделают вместе. Ферад начал хорошо привыкать к своей президентской работе. Он хочет проявить себя, встречаясь при каждой возможности и объясняя свои идеи другим членам. Тем временем на встречу приходит Фюсун и говорит, что он поддержал Ферада на пост президента. Все удивлены такой ситуацией и понимают, почему Ферад так поступил. Хотя Миран и Хазар отвергают идею Ферада, другие участники ее принимают. Таким образом, это проблемное решение принято большинством голосов. Когда Риян идет к своему новому врачу, она видит перед собой Азру. Он не хочет сначала проверяться на Азру, потому что знает, что все поймет. Однако, когда Азра просматривает отчеты, она видит ситуацию с Рияном, и комната немедленно просит забрать ребенка. Но Риян просит ее никому об этом не рассказывать. Риян хочет что-то оставить, потому что знает, что рождение опасно и может умереть. Поэтому они путешествовали с Мираном по туристическим местам медиата и сделали много фотографий. В конце дня Миран делает Риян большой сюрприз и приводит ее в магазин свадебных платьев. Сначала он снова делает предложение, а затем говорит Рияну, что у него снова свадьба. Риян очень этому рада, плачет и выбирает свадебное платье. Фюсун продолжает распространять зло. Чадо Глу приходит в свой особняк и говорит ему, что Азад и Генюль вместе. Джихан очень злится из-за этого инцидента и очень злится на Азада. Он говорит, что они не хотят эту работу, потому что они слышат от Фюсуна, и что он не может жениться на Асланбее, и бьет Азада. Тем временем приходит Миран и хочет вмешаться и вложить деньги. Риян становится хуже, когда она завтракает на улице с Азрой и ее матерью Зехрой. Азра немедленно отводит Рияна в сторону и говорит ему быть осторожным, иначе она умрет. В этот момент их слышит Зехра. Она очень реактивна и однозначно заявляет, что этот ребенок не должен рождаться. Однако Риян заявляет, что этого ребенка она точно не возьмет. Когда Фюсун сообщает об особняке Чадо Глу, особняк почти разрушен. Хотя Джихан говорит, что не допустит этого брака, Азад говорит, что женится на Генюле. Точно так же Фюсун рассердился на Генюля в особняке. Однако Генюль очень сильно реагирует на Фюсун и говорит ему не мешать ему. Когда Зехра узнала о случившемся, она очень расстроилась. Это было очень плохо, потому что ничего нельзя было поделать. Дельша продолжает беспокоить Рияна при любой возможности. Зехра больше не хочет оставлять Рияна в покое, так как она знает истинное лицо Дельша. Как только Дельша беспокоит Рияну, она противостоит ему, мило ругает Делшаха и выбрасывает его из комнаты. После этого она умоляет Риян забрать этого ребенка, но Риян не сдается. У Азада проблемы с Мираном, и они вместе попадают в беду. Когда Миран возвращается домой, он видит Азру во время изучения отчета Рияна и забирает его. Собираясь его изучать, он рассказывает о свадьбе и оставляет дело. На следующий день Миран и Риян идут вместе, чтобы присутствовать на свадьбе Азада и Генюля. Они поженились тайно от всех, и теперь Азад и Генюль тоже женаты. И они вместе отмечают эти счастливые дни и делают много снимков. Когда Азад и Миран разговаривают, возвращаясь вечером домой, Джихан слышит и угрожает Мирану. Хотя Азад и Генюль планируют поехать после свадьбы Рияна и Мирана, они очень обеспокоены. А теперь все пришли на свадьбу. После красивой речи Миран снова делает Риян предложение. Риян принимает это приятное предложение, кричат. Сначала они играют в Риявхани, затем фотографируются, снова играют в игру и проводят очень приятную ночь. В следующие часы на свадьбу приезжает Азиз. Все в шоке, особенно Дельша очень рассержена приездом Азиза. Когда приходит Азиз, Риян первый приветствует ее, и Азиз говорит ей, чтобы она приняла меня как бабушку. Риян очень рада искренней просьбе Азизе приветствует ее, говоря, добро пожаловать, бабушка Айше. Напряжение в окружающей среде уходит, и они снова начинают играть в игровой эфир. Азад и Генюль покидают свадьбу без всякого понимания. Однако Джихан и Фью Сун также спорятся с Адом по поводу Генюля. Фью Сун дал Джихану фотографию, сделанную после свадьбы, и тщательно его спровоцировал. Несмотря на то, что Дельша находится на свадьбе, ей все еще неудобно, и она пытается сбить с толку Риян. Поэтому, когда он сказал Риян, я выйду замуж за Азру и Миран после того, как ты умрешь, и ты поможешь мне, Риян застыл на месте. А пока мы подошли к концу нашего видео. Вы можете поделиться нашим видео с друзьями и позволить им следить за тем, что произошло в Херкай. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok